всем привет дорогие друзья иди поздоровайся ты чё спряталась то да оксана школа собирается короче чем с оксана хотим сделать оксана встань повыше и расскажи что сегодня у вас школе нет ну да сегодня будет поздравлять их с 8 марта а еще какой у вас там да у ее новоклассного руководителя динождень что-то плохо вам видно да они смогли и покажи что ты сегодня мы с оксаной думали чтобы еда подарить но наша учительница тоже очень любит вышивать и оксана выбрала его такие в наших запасе как наборы показывай на камеру до мелису приятно хотим учительница сделать вот такая да там два птичных птенца таких сердечко такое влюбленное да и еще одна птичка да и вот оксана сегодня унесет своей учительницы поздравит ее с днем рождения сегодня там многие уже родители поздравляют а мы решили вот так поздравить да оксана все убирать портфель себе короче говоря ребята я сегодня на какую учебу не поехала потому что мне надо было оксану на 10 часов на автобус на школьный на городском сейчас пойдем уже на автобус отправлять пойду и уже и смысл мне на полчаса в школу ехать я не видела поэтому я себе позвонила своему куратору училище объяснила говорю я если можете ну вот она мне предложила на электронную почту отправить задание я и сделаю дома и в следующий раз приду и отчитаюсь перед ней то что вот я все сделала и это чтобы ничего не было полоса она пока штаны баллонь не надевай поэтому вот такие вот дела поэтому я сегодня дома осталась а блузочку чет ну-ка иди сюда дайте блузочку сделаю поэтому сегодня будем с вами делать уборку наводить порядке короче дома работы у нас много я за эти дни путем ничего подожди ничего не успевала то что и уроки надо делать и кушать варится утром уходишь 7 6 часов встаешь ведешь ребятишек в садик ну-ка держи юбку я не могу ничего сделать идешь ребятишек в садик потом прибегаешь бегом домой заплетаешь машу переодеваешься бегом едешь опять в училище с училища приезжаешь час во втором пока печку затопил блин уже пяти подходит уже в садик бежать надо я вообще ничего не успеваю это какой-то кошмар просто кошмар какой-то и поэтому то сегодня раз я дома осталась оксана это что у меня сейчас у нас время 36 минут десятого скоро мы на автобус пойдем уже на школьный и поэтому я сегодня буду делать генеральную уборочку будем везде все мыть печку затопила я уже в зале сегодня сегодня работа у нас короче будет с вами очень много поэтому оставайтесь я все равно я сегодня кстати первое видео выпустила на дзен поэтому проходите туда тоже там смотрите там вроде я научилась но я не знаю как будет долго недолго но грузится но постараюсь будем это делать там там не одно видео в день буду выпускать тоже поэтому проходите я сначала буду там выпускать а потом на ютубе чтобы там выходила и на ютубе тоже выходила видео и таким макаром будем что делать чего получится ребята честно говоря не знаю но что-то пытаемся но на ютубе все равно тоже буду выпускать я надеюсь что это временная мера и потом все восстановится и будет все хорошо ну а пока будет капать денежки я очень на это надеюсь ну а там посмотрим также будем продвигать наш инстаграм и тик ток пока подожди еще рано не вас ладно пошла одеваться и оксана отводить на автобус всем хорошего дня сейчас оксана учила закрывать замок ну ладно замок она закрыть сможет но она боится 1 до остановки ходить из-за собак у нас соседская собака 5 черная прям по нашей территория ходила перед окнами еще чуть не нассала на дом так что не знаю как не быть вообще о дурить этот трактор прошелся но проползай как-то оксана подурить урон нас дорогу почистили Более-менее почистили, да, Оксана? Оксаныч, вы, кстати, шапку, да, поменяли? Достали. Другую шапку. Давай руки. Вот это вот сегодня Коби ходил у нас там по территории. Он по снегу везде сейчас не проходит. Поэтому нам приходится двери на крючок закрывать, потому что они открывают двери и заходят. Вот смотри, Оксана. Видишь? Собаку посадили на цепь. Она теперь тебя не трогает. Можно спокойно ходить до остановки. Все потому что ругались. Она на всех нападает. Так что вот такие вот дела. Ладно, сейчас пойду Оксану отведу, зайду в магазин, куплю то, что надо и пойду готовить кушать. Еще была белая. Еще белая была, но белая я не знаю, чья это собака. Так что вот такие вот дела. Ладно, идем на остановку. Всем хорошего дня. Так, ребятки мои, отвела я Оксану на автобус. Все, зашла по пути в магазин. Ну, давайте первое, что покажу. Взяла вот такой вот поддон для рассада. У меня есть поддон, ему всего два. И один слабенький. Он, знаете, такой одноразовый, короче говоря. Зашла, взяла вот такой вот. Он недорогой. 111 рублей или 114. Что-то такое короче стоит. И вот взяла для рассада. Он как раз и по высоте, видите, вот ладошку нормальной. Итак, дальше. Взяла один огурчик, укропчик и лучок. Хочу капусту у нас есть. Слад свежий сделать. Компот сухой взяла. Взяла в магазин, взяла еще макарошки. Три пачки какие взяла. У нас цены поднимаются просто одуреть. Это вообще какой-то кошмар. У людей же остаж, у людей паника. Они скупают все подряд. Я не успела закупиться просто на все. Я вообще не представляю, как это было. Ну, ладно. Литр молока взяла. И овощной магазин закрыт был. Ждала. Там вот эти вот крупные пачка 40 рублей. А тут вот на развес 55 рублей. Взяла мелкие макарошки. Где-то суп варить. Да что, и вот так. Все, все покупки в целом. Сейчас я поставила уже варить на суп шейки куриные. Будем с вами чистить картошку. Будем с вами готовить кушать. Также сегодня у нас по плану, раз я сегодня дома осталась, электронную почту мне надо куратору отправить. И у нас по плану с вами генеральную оборочку сделать. Хотя бы небольшую сделать. И помните, я вам подсказывала рассаду кабачков. Смотрите. Вот, ребят, не знаю, что делать. Подсказывайте срочно. Дурдом, да? Вот такая вот она у меня большая. Уже по три листочка. Причем вот есть некоторые прям такие уже хорошенькие по три листочка. А есть некоторые только-только вот начинают пролазить. И вот не знаю, что делать. Подсказывайте срочно. Курям отдать. Или все-таки оставить. Но это все тыква, ребят. Это очень много. Это тыква рассада. Если кому-то, кстати, на рассаду тыквы пишите. На моего города. Я могу отсюда вам выщипнуть и отдать. Одуреть. Ладно, короче, некогда. Сейчас чай попью. Чай, кстати, надо брать поставить. Чай попьем. Будем с вами кушать. Дорить, уборку делать. Короче, у нас сегодня дело дофига. Надо успеть все сделать. Торты у нас уже в городе продают. У нас тут, в нашем районе. Но я ничего не покупаю. Нынче на праздник даже девчонкам ничего дарить не буду. Потому что по деньгам пока никак. Не знаю, посмотрим. Может, конечно, подарочек небольшой сделаю. Но я как бы планировала. Но не знаю, посмотрим. Видно будет. Короче, занимаемся делами. Так, мои хорошие, я уже сварила суп с макарошками. Вот такой вот. Ну, с макарошками, с мелкими сварила. Короче, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. У меня уже пришли со школы. Это сначала пришла Света, потом пришла Катя, Егор. Короче, я Оксана. Сегодня у них уроки короткие, по 30 минут. Поэтому вот так вот. Я сейчас бегом одеваюсь, потому что я опаздываю на автобус и еду в город по делам. Так, ребятки, иду на автобус. Время 23 минуты уже. Бегу-бегу. Поеду, заберу заказ. Потом сразу с города зайду в садик, заберу Ваню с Мариной и домой. Так что вот так вот.